В 2020 году в стране вступил в силу федеральный закон номер 145 о внесении изменений в статью 16 федерального закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Закон регулирует розничную продажу алкоголя в кафе, столовых и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Алкоголем возможно торговать только в залах обслуживания посетителей не менее 20 квадратных метров. Однако региональные власти могут регулировать этот закон на местном уровне, например, увеличить размер обслуживающей площади или установить полный запрет на продажу алкоголя. В ноябре прошлого года мэр Магадана Юрий Гришан внес на рассмотрение в областную думу законопроект, согласно которому минимальная площадь залов общепита в живых многоквартирных домах должна составлять не менее 100 квадратных метров. Такие действия главы областного центра инициированы в связи с борьбой с ночными магазинами, оборудованными стульями и столами в народном жаргоне наливайками. 14 января этого года правительство Магаданской области опубликовало законопроект, запрещающий реализацию алкогольной продукции в кафе и розничных торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. Данная мера уже затронет не только наливайки, но и большую часть продуктовых магазинов города. По словам опрошенных предпринимателей, принятие данного законопроекта повлечет экономические и кадровые убытки. Оборот алкоголя не спадет, а перетечет в другое русло, например, в уже действующую ночную доставку. Сегодня, ограничивая один канал, мы перераспределяем поток продажи алкоголя в другие каналы. То есть мы не достигаем самой главной цели – ограничения продажи алкоголя. Поэтому, на мой взгляд, данный законопроект не позволит ограничить продажу алкоголя, а исключительно перераспределит канал продажи. Поэтому, я думаю, надо дорабатывать и определить точки борьбы исключительно с теми вещами, которые на сегодняшний момент работают в полулегальной сфере. Это так называемые наливайки и это интернет-торговля. Мы как предприниматели, как работодатели и работники, те, которые работают в этих магазинах, понесут какие убытки. А убытки могут быть серьезные. Почему? Потому что комплексный магазин, в котором есть, в том числе, отдел виноводки – это рабочие места, это торговля, это законченный цикл, будем так говорить. Поэтому, конечно, я думаю, что этот проект закона, он совершенно не просчитан с точки зрения экономической. Точку зрения предпринимателей против законопроекта также поддержали и представители общественности. На уменьшение алкоголя, потребление алкоголя, это никак не отразится, совершенно точно, потому что это культура питья, она зависит не от количества, а именно от культуры. Это первое. Второе, действительно, я думаю, что экономическая составляющая тут как бы негативная, потому что это рабочие места, это поступление налогов в разные уровни бюджетов, поэтому масса, скорее всего, отрицательного, нежели всем положительного. Запрет продажи алкоголя в домах, в многоквартирных домах, он приведет к чему? К тому, что в конце концов предпринимателей придется закрыться, потому что именно 30% выручки идет из, состоит из алкоголя и продажи алкоголя. Соответственно, если на 30% выручка упадет, магазины придется закрыть, это повлечет к чему? Во-первых, уменьшение налоговых поступлений, потому что бизнес будет закрыт, люди будут уволены или сокращены, ну и, соответственно, это потеря рабочих места, и, соответственно, другими, кто смогут занять, допустим, эти места, особенно сейчас в пандемию, таких предпринимателей не будет, то есть, соответственно, пострадают еще и собственники помещений, которые сдают в аренду данные помещения. Плюс надо не забывать о том, что все-таки около 80% по городу Магадану розничная сеть находится именно в многоквартирных домах. То есть люди не смогут переориентироваться быстро и построить новые все магазины или торговые площади. По мнению бизнеса, чтобы избавиться от массового распития алкоголя населением, необходимо бороться не с количеством продаваемой продукции, а развивать соответствующую культуру. Что произойдет с розничными магазинами Магадана и наливайками, покажет позиция самих жителей областного центра. Резкие перепады температуры обеспокоили многих жителей Магадана. Чтобы колымчане не замерзли, ежедневно вырабатывает тепло Магаданская ТЭЦ, снабжая им многоквартирные дома и организации города. По словам энергетиков, предприятие оснащено всем необходимым и работает в штатном режиме. Из года в год Магаданская ТЭЦ по плану получает около 200 тысяч тонн угля. В этом году завезли 250 тысяч тонн. В Магаданская ТЭЦ при подготовке к УЗП выполнено ряд ремонтов основного оборудования в соответствии с графиками. Ремонты выполнены в полном объеме. В данный момент у нас оборудование находится либо в работе, либо в резерве. Сейчас работают три котла высокого давления, три турбоагрегата. Теплоноситель выдаем в соответствии с графиком. Ремонтные работы организация проводит весной и летом в плановом режиме. Уже с января началась подготовка к следующему отопительному сезону. На Магаданской ТЭЦ работают 9 основных цехов и 5 вспомогательных. На случай выхода оборудования из строя имеется необходимая техника в резерве. У нас находится в резерве оборудование средней части, водогрейная котельная, которая готова к включению в любое время. В данном моменте для обеспечения графика нам хватает части высокого давления, но на случай выхода из работы одного из котлов возможно включение и резервного оборудования. Сотрудники Магаданской ТЭЦ и Магадан Энерго отметили, что температура топлива на выходе высокая. Если у магаданцев дома низкая температура, то проблему надо искать в работе соответствующей управляющей компании дома или во внутридомовых сетях. Температура топлива на выходе в ТЭЦ на сегодня составила 111 градусов, при температуре на улице минус 21. Как пояснили энергетики, допускается превышение выдаваемой температуры на 3%. Такой график регулирования подачи тепла утверждают три организации – Магадан Энерго, Магадан Теплосеть и Мэрия Магадана. 29 единиц техники и 51 рабочий для ручной расчистки трудятся сегодня на улицах Магадана. За последние дни погода в городе буйствовала. Был сильный ветер, он разнес снег, который мешает пешеходам. Сотрудники комбината зеленого хозяйства убирают лестницы, тротуары, площади и скверы. Сложности у специалистов появляются из-за припаркованного транспорта. Сложность одна – припаркованный транспорт, который тогда автомобилисты бросают в неположенных для этого местах. Пытаемся справляться, взаимодействуем через ГИБДД. При необходимости, если транспортное средство нарушает правила парковки, это будет выявлено сотрудниками, данное транспортное средство будет эвакуировано на штрафстоянку. По словам специалистов, убирают снег регулярно, а чистота зависит от количества выпавших осадков. Самое сложное место для расчистки – выходы на пешеходные переходы, а также сугробы на узких улицах с интенсивным движением. Однако работники предприятия справляются, потому что имеют достаточно техники и ручной силы. Новый остановочный павильон устанавливают в микрорайоне «Моргородок». Над одной такой конструкцией рабочие трудятся около пяти дней. Собирают каркас, устанавливают стекла, ставят скамейки и урны. Для того, чтобы привезти материал, используют специальную технику. Всего специалисты планируют поставить 10 таких объектов в разных частях Магадана. Жители Моргородка неоднократно жаловались на отсутствие остановки в районе. По словам магаданцев, от непогоды приходилось прятаться за торец уже недействующего павильона. А в этом районе часто дует ледяной ветер, из-за чего ждать транспорт часто оказывается непросто, отмечают жильцы. Поэтому павильон определенно нужен. «Да ну как справлялись. Посадка – это посадка, а то, что как-то сильный ветер, стоять нигде. Лично прятались здесь вот за ларек. Ну, слава богу, что-то додумались поставить». «Нет, просто претензий нет». «Конечно, довольны. И мы уже думали, хоть такая была бы, да хоть где-то укрыться. Сейчас поставят, будем укрываться от снега, от дождя, от ветра». Новые павильоны приобрели за счёт средств городского бюджета в рамках реализации целевой программы «Совершенствование транспортного обслуживания населения». В 2021-2025 годах планируют приобрести и установить ещё 18 конструкций.